МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Председателем Латвийского совета ректоров Арвидом Борщевским. Здравствуйте, господин Борщевский. Вы знаете, парадоксальная ситуация. Каждый министр образования и науки считает своим долгом начать реформу в системе высшего образования. Вот на ваш взгляд, действительно эти реформы необходимы? Если да, то какие перемены должны быть внедрены в первую очередь? Да, я считаю, что реформы нужны, но эти реформы должны быть связаны с улучшением содержания, с улучшением методов обучения, с современными формами разными и так далее. А что касается понятия реформ в Латвии, в политике, в таком обществе, может быть, даже в обществе, не всегда положительный результат дает, конечно, искусственные какие-то объединения вузов и так далее. Еще несколько лет назад один из министров образования тоже затевал реформу централизации. И тогда вообще шел разговор о том, чтобы на базе одного большого, допустим, Латвийского университета, к нему всех присоединить и сделать вот такой большой учебный городок. Да, но эту идею, слава богу, тогда, наверное, не реализовали. Я думаю, вряд ли реализуют, потому что мы тогда бились против этого. И сейчас тоже будем биться против такой идеи, потому что, извините, в конце концов, а что тогда Латвия? Что одна Рига только? Если все концентрировать в Риге, я считаю, развитие регионов в стране остановится. Вуз – это студенты, это молодые люди приезжают в город, они остаются, они тут учатся, потом работают, создают какие-то свои фирмы и так далее. И это вроде бы в дискуссиях, в разговорах с министерством мы видим понимание, что региональные вузы, университеты, они должны быть, и это наша тоже позиция. Кстати, раз мы заговорили о студентах, в том числе и иностранных, насколько велик коэффициент вот таких учащихся в вашем университете, и что мешает этот показатель увеличить, может быть? В нашем университете за последний год где-то в районе 90 с чем-то человек, если считать почти 2500, около 90 иностранцев. Из разных стран, из Средней Азии есть, из Литвы есть, из России есть, из Белоруссии есть. То есть многочислено, но так, по одному, два, три из разных стран, из кавказских стран. То есть в каком-то смысле из постсоветского пространства, но и целая категория студентов – это американцы, американские студенты, которые к нам приезжают изучать русский язык. – Парадокс, да? – Парадокс, да. Но, видите, я думаю, это очень хорошая ниша «Далгопилса», которую обязательно надо развивать, использовать. Наш университет, мы эту нишу стараемся расширять, и в принципе, я в этом не вижу ничего плохого, наоборот, я вижу, что это наша возможность привлекать студентов в каком-то смысле и разом деньги, потому что эти студенты питаются в кафе, эти студенты покупают в наших магазинах и так далее, они оставляют тут деньги. – Эти студенты приезжают к нам в рамках каких-то студенческих программ или за свои деньги? – Эти студенты приезжают, даже если в рамках, например, у нас есть договора с некоторыми американскими университетами, если они даже приезжают в рамках, скажем, этого договора, они все равно платят за обучение тут. – Университетская программа требует, чтобы обучение проводилось бы на государственном языке. Вот как вы выходите из этой ситуации? Или у вас есть курсы для этих студентов? – Да, мы… Понимаете, самое удивительное, что, скажем, таджики, вроде бы дальний народ, южный, мы им даем интенсивные курсы латышеского языка, но они могут учиться на английском, потому что обучать в целом на английском можно, только в конце они бакалаврские свои дипломные там работы должны выполнять на государственном. В этом есть какая-то проблема, но вы не поверите, но эти студенты, в принципе, даже через год уже начинают как-то говорить по-латышски. То есть, ну, это, я думаю, в каком-то смысле положительно, но проблема в другом. Вот сейчас вот все средства массовой информации говорят только о двух тематиках – это РПИВА, высшее образование, реформа, и второе – языки для знания преподавателей, для знания ректоров. По этому вопросу у меня позиция довольно четкая для преподавателя, скажем, профессора, там, доцента и так далее. Если он приходит и готов вот на наши зарплаты и так далее тут работать, да, то, в принципе, мы не должны у них требовать знания латышеского языка на высшем уровне. Вы ректор Долгопольского университета, например, у вас будет шанс пригласить, читать лекции в наш город, ну, супер какого-нибудь профессора по тому или иному предмету, но человек знает, например, только немецкий язык. Позовете? Рискнете? Позову. Позову и не только рискну, но и зовем. К нам постоянно приезжают какие-то гостевые профессора на одну лекцию на неделю, скажем, и так далее. Это не запрещено, то есть это разрешено, и наоборот, министр Шадурский хочет повысить процентуальное отношение занятий, которые проходят на иностранном языке в программах, которые тоже вопрос еще неоднозначный. Вроде бы это очень положительно, потому что студенты со школ приходят сейчас с нормальными изданиями английского языка. Или, например, на программу немецкого языка, если приедет гостевой лектор на немецком языке. Но проблема в том, что их нельзя избрать у нас. Если избираем, и они становятся нашим профессором, он уже должен знать язык. Мы заговорили уже о процессе обучения, и, кстати, вот Карль Шадурский говорит, что многие латвийские вузы увлеклись маркетингом своих программ, своей деятельности, работы, но как-то начало при этом хромать качество обучения. Вы с этим согласны? Я, в принципе, с этим согласен. Но это проблема всей системы. В мире высшее образование скачет большими шагами вперед. Мы не всегда успеваем за этим. Не из-за того, что мы хуже. Из-за того, что у нас просто средств не хватает на это все. Скажем, мы пишем много проектов. Мы улучшаем материальную базу. Но мы можем улучшать только то, что заложено в этих проектах. Нужны какие-то государственные инвестиционные программы, которые могут действительно на улучшение преподавательской какой-то методической базы. Я считаю, что в каком-то смысле даже есть проблема, если в школах учителя должны постоянно проходить курсы, какие-то повышения квалификации. А вузок, по сути, этого нет. В вузок преподавателей оценивается по публикациям. Кроме публикации, нужно немножко думать и о улучшении преподавателей, о такой профессиональной подготовке преподавателей. Но, к сожалению, опять мы возвращаемся к тому, что мы можем это говорить, мы можем это требовать. Но в 2008 году, начиная с кризису, государство высшим школам сократило бюджет на 50%. И с тех пор, в принципе, почти ничего не добавлено. В одном из своих интервью вы когда-то сказали, что при желании Латвия могла бы себе позволить совершенно бесплатное высшее образование. Вы до сих пор так считаете? Да, считаю. И считаю, что это абсолютно реально. Посчитаем количество студентов. И сколько стоит одно место студентов. И посмотрим, какое финансирование высшему образованию было до кризиса. Это получается ровно столько, сколько, по сути, нужно для бесплатного высшего образования. Но вопрос в том, у нас в Латвии уникальная ситуация, у нас очень много частных вузов, конечно. Ну, как вам кажется, когда-нибудь ваша мечта исполнится? Я думаю, что это политическое решение должно быть. Эстония же перешла. Каким обидится будущее высшего образования на ближайшие пять лет? Ну, в нынешнем плане, национальном плане развития Латвии, мне очень печально, что там довольно мало сказано о высшем образовании. Потому что, составляя план, вот была какая-то тенденция везде, куда мы хотели пробивать что-то о высшем образовании. Даже если вечером это записали, с утра его уже не было там. И, к сожалению, я не сторонник теории заговора, но почему-то мне кажется, что вот кто-то очень хотел, чтобы в Латвии высшее образование сократить. Что касается высшего образования в Латвии, есть, было и будет. По-другому не может быть так же, как университет в Догопилсе, есть, было и будет. В 21-м веке образование это очень-очень важно. И об этом стоит подумать. И чем больше будет образование людей с образованием, тем лучше для нас всех будет. меньше людей будут, меньше людьми можно манипулировать тогда. Это тоже важный момент. Ну что же, я так понимаю, что Догопилский университет никогда не будет оставаться пустым, потому что люди наши хотят получать высшее образование. Ну и на этой ноте я говорю вам большое спасибо за то, что нашли время прийти в нашу студию. На этом все. До свидания и до новых встреч на телеканале Даутком.